Добрый день! С вами историк Рия Альтман. Мы с вами в проекте «Тайны истории». Сегодня я расскажу вам об уникальной женщине, выдающейся женщине, прожившей долгую жизнь, испытавшей в ходе этой жизни очень много потрясений. Имя ее, к сожалению, в истории нашей страны, в истории науки, не занимает пока еще того места, которое она достойна. Лина Соломоновна Штерн, первая в Советском Союзе женщина-академика, член президиума Еврейского антифашистского комитета. Одна из трех женщин, которая предстала на этом процессе в качестве обвиняемых в августе 1952 года. Единственная участница процесса, которой по решению Политбюро смертная казнь была заменена пятилетней ссылкой, что позволило ей выжить, сохранить свидетельство об этом одном из самых ужасных процессов в истории нашей страны. Но не знаменитая Лина Штерн, родившаяся в 1876 году в Российской империи, как многие ее сверстницы, как многие окончившие гимназию в России евреи, она не могла продолжить свое образование в родной стране. Она вынуждена была уехать за границу, учиться в Швейцарии, писать там, публиковать свои первые научные работы. Затем в какой-то период времени она возвращается в Россию, вдруг неожиданно получает приглашение в качестве лектора в Женевский университет. Это первая женщина, которая стала сначала лектором, а потом профессором Женевского университета. Нужно представить себе, насколько ценили ее труд коллеги, давая ей возможность работать с швейцарскими студентами, публиковать работы. И к победе революции, к Киевской революции в России, она уже была достаточно известным ученым. Одним из людей, который поддерживал ее научные изыскания, был бывший народоволец, а затем будущий советский академик Алексей Николаевич Бах. Так случилось, что в моем родном городе Золотоноша, на Украине, я знал, что есть улица Баха. Искренне думал, что эта улица названа в честь композитора. Абрам, впоследствии Алексей Бах, родился в этом городе и был уникален земляками, как тоже один из академиков Советской академии наук. В 1924 году он делает Ленинштерн предложение переехать в Советский Союз, работать в МГУ. Она мечтала создать институт физиологии. Бах ей в этом помогает. И действительно, этот институт был открыт. Лена Соломонна-Штерн становится его первым директором. А в 1939 году избирается как академик в Большую Академию наук СССР. У них были разного рода награды. В 1943 году она получит сталинскую премию за изобреченный ею метод шоковой терапии при ранениях. Этот метод спасет жизни тысячам и тысячам советских раненых. Была в биографии Ленинштерна еще одна очень важная страница во время войны. Через своего брата, который находился в Соединенных Штатах Америки, она сумела достать некоторые рецепты изготовления пенициллина. Брата за этого депортировали из Соединенных Штатов Америки за передачу подобного рода секретности. И также пенициллин применялся при лечении раненых. Лена Штерн полученную сталинскую премию в 100 тысяч рублей отдала на строительство санитарного самолета. Он не получил имя Лены Штерна. Такой санитарный самолет в истории войны также был очень важен и полезен. Занималась Лена Штерн и общественной деятельностью. Она как бы по своему должности и происхождению могла состоять как минимум в трех из пяти антифашистских комитетов. Женщин, советских ученых. Но так случилось, что она стала членом президиума еврейского антифашистского комитета. И несколько ее выступлений, они шли, можно сказать, в разрез с линией партии. Она даже в 43-м году отправила Сталину письмо, неизвестно, дошло ли это письмо, в котором протестовала против увольнения евреев из редакции, возглавляемого ее журнала. Это будет один из аргументов следствия, когда начался процесс по делу еврейского антифашистского комитета, как бы свидетельство ее буржуазного национализма. Сохранилось свидетельство жены одного из арестованных по этому делу, Полины Переца Маркиша, известного еврейского поэта. Сфирь Маркиш вспоминала о первом допросе Лины Штен. По должности академика должен был допрашивать сам министр государственной безопасности Абакумов. Когда читаешь этот текст, как разговаривал министр с академиком грязными ругательствами, здесь вызывают уважение слова Лины Штен. И вот так вот министр госбезопасности разговаривает с академиком, ее бросали в карцер, ее заставляли подписать признание своей виновности. Но Лина Штен вела себя исключительно мужественно. Что сыграло ту роль, что она была одной единственной, по сути дела, обвиняемой, которая сбежала смертной казни? Дело в том, что уже в конце войны Лина Штен начинает вести работу о продлении человеческой жизни. В дневниках Георгия Димитрова, руководителя коммунистического интернационала, сохранились записи, как в марте 1945 года он приходил на лекции Лины Штерн, посвященной проблемам долголетия. Существует версия, что именно эта работа Лины Штерн заинтересовала Сталина, и на всякий случай он решил сохранить ей жизнь. И сама Лина Штерн, она была вот таким удивительным образцом человека, который боролся за свое здоровье. К удивлению охранников, она каждый день требовала, чтобы ей принесли таз с водой, и она обливалась водой. На замечание охранника о том, и вам не стыдно голой быть перед охраной, она говорила, что вам должно быть стыдно наблюдать за голой женщиной. С потрясающим чувством юмора женщина, у которой не было собственных детей, у которой были племянники, которая проживала, вернувшись из шикарной квартиры в Швейцарию, в Советский Союз, она получила две комнаты в коммунальной квартире в Канюшеном переулке, где проживала до ареста, куда вернулась после ареста, возвращения из ссылки после смерти Сталина. Она прожила долгую жизнь, умерла в 1968 году, в достаточно преклонном возрасте, опубликованы многие ее труды, сохранилось ее документальное наследие. Я уверен, что имя академика Лины Штерн должно быть широко известно в нашей стране, а изучение ее жизни, ее деятельности научного наследия обязательно продолжится.